Ну давай, поросенок, я тебя жду. Я тебе дал права, заходи в голосовой чат. Ну шо ты, давай расскажи мне свою идеологию пока. По-моему, ты пиздишь. У меня есть несколько аргументов по этому вопросу. Давай, я жду твоих аргументов, в чем я пизжу. Изначально, когда ты вступил к нам в клан, ты кричал о том, что Алиотмол это пидорас. И Иновка тоже как бы хуёвый сервер. Соответственно, следует отсюда ливать, что ты в принципе успешно сделал. Когда ты присоединился к нам на Астериус, ты первое время что делал? Правильно. Гнобил на Иновку, говорил какой-то хуёвый сервер и то, что здесь играть вообще западло. Кругом там одни пидорасы и так далее. Это так было? Допустим, да. Дальше что ты скажешь? Нет, ты согласен с этим? Так я не менял свое мнение на тему того, что Алиот это пидорас. Ты вот опять говоришь, да, что ты типа не менял мнение. Я тебе задал вопрос, ты согласен с этим тезисом, который я высказал? На тему чего тезисом? Что Алиот пидорас? Нет, что Иновка хуёвый сервер. А на хуёвый сервер я говорил, потому что здесь есть отображение на карте. Подожди, я тебе конкретно вопрос задал, да или нет. Ты согласен или нет? Я не согласен. Не слышу, повтори. Я не согласен, что Иновка это... В смысле ты не согласен? Подожди, то есть ты отказываешься от своих слов, то что ты уходишь с руофу, потому что сервер говно, тебя прижали РМТ мафия, и ты, короче, типа не хочешь здесь играть, потому что серва хуета. То есть ты отказываешься от своих слов. Давай, 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 блядь, давай дальше зайдём. Нет, подожди, мы будем поэтапно идти. Мы сначала обсуждаем первый момент, потом переходим к следующему. Итак, я повторю вопрос, ты согласен с этим тезисом или ты отказываешься от своих слов? Давай так пойдём, я сейчас открою свой мувик. Нет, мы не пойдём так, я же тебе говорю, мы так не пойдём. Давай я открою свой мувик с описанием. Ты не хочешь отвечать на мой вопрос, я тебе задал конкретный вопрос на да или нет. Почему ты не хочешь на него ответить? Я тебе развернуто отвечаю, открой все фильмы про уход Шарашки, там написано, блядь. Нет, подожди, нахуй твои фильмы, я тебе ещё раз задаю конкретный вопрос. Если, блядь, если Шарашка, блядь, уберёт отображение на карте, то я вернусь, сука, на ролл. Ты ныл тысячу роликов подряд о том, какая иного хуёвая. Появился вариант поиграть с Хардлини, ты ливнул нахуй сервера и сказал, что это хуета сервер, куда ты не вернёшься никогда. После чего ты, блядь, бежишь сюда с ног. На Астереусе что конкретно тебя не устроило? Ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос. Ну, ответ простой. На Астереусе все поросята ходят в, так сказать, в, как это называется там, в рифт. В локациях там не попыкашить. А ты на Х7 заходил? Ты говоришь, что там нет людей. Ты заходил хотя бы раз на Х7? Ты думаешь, что-то поменяется, если я зайду на Х7? Люди меняются? Нет, ты не ответишь, ты заходил или нет? Что-то опять меня в дебре каких-то своих... Вот задумайся, есть такая херня. Я тебе задаю конкретные вопросы, ты не можешь на них ответить. Я тебе отвечаю, если в игре есть возможность ходить в рифты, то люди не будут качаться в локации. Смотри, это не демагогия. Ты понимаешь, что это демагогия, отвечаешь? Это не демагогия. Я тебе задаю конкретный вопрос, на да или нет. Я заходил на Х7, я заходил на Х7. И что ты там увидел? Я увидел там пустые сервера, где-то в локации, по три человека бегают. Давай прямо сейчас на стриме зайдёшь туда и покажешь. Я удалил Астереус, я удалил Астереус. Да там скачать Астереус 15 минут, что ты рассказываешь? Я уверен, что ты опять пиздишь по поводу Х7. Там нет людей. По поводу Х5, там все локации густо заселены, включая катакомбы. Ты там спот себе не найдёшь, чтобы покачаться. Так что не надо пиздить. Так а кем они заселены? Людьми, которые за собой водят по три окна с бафом? Это вообще по кайфу. Это большая разница. А здесь ты убиваешь АПК-ботов, которые тебя изначально не устраивали, потому что здесь, мол, играть негде. А когда ты пришёл на Астереус, что ты кричал в своих видосах? Потому что ты пришёл в настоящую линейдж, так? Я сказал, даже девочке в комментах ответил, что я разочаровался, блядь. Ты писал-то, что ты пришёл в настоящую линейдж, у тебя выходили ролики. Согласен? Вначале я испытывал эти чувства, пока я не увидел, что долбоёбы ходят в рифты. Когда я увидел, что все ходят в рифты, я понял, что попал в какую-то хуйню, которая никакого отношения... А на мейне нету рифтов, да? На мейне нету катакомбы, прикинь, они закрыты уже с ГДС. Причём тут катакомбы, вообще я тебе за рифты спрашиваю. Так рифт-то и есть катакомбы, алё. А может здесь нету и локаций вот этих инстанцевых, да, на мейне? Ни одной, наверное, нету. И все, в принципе, стоят и качаются в open world, а в основном экипировка берётся в инстанциях. Так это или нет на мейне? С недавних пор здесь даже инстанц нет, все дупо стоят в локациях, так что хз о чём-то. Действительно, нахуй оно надо, блядь. И вот эти все локации, которые на час залетаешь, ты, чтобы нормально покачаться, это тоже хуэта всё. И там, конечно же, тоже, да, как бы все стоят, их можно спокойно в АФК убивать. Ну да. Так ты давай мне ответь, в чём я пизжу тебе, вот мне вопрос. Так смотри, я же тебе объясняю, в чём ты пиздишь. Это хуйня, твой астериус, это неинтересно, неинтересно астериус. Ты же понимаешь, что нужно выслушать сначала поменты, перед тем, как начать задавать им вопросы. Я тебя послушал, передай, я скажу. Первое, где ты пиздишь, это ты лицемеришь в том моменте, когда кричишь, что RAW это хуэта сервер. А потом бежишь туда. То есть, во-первых, ты пиздишь своей аудиторией, во-вторых, ты пиздишь сам себе. То есть, ты типа загнался с себя в угол, и ты не знаешь, что делать. Поэтому ты возвращаешься на RAW. При этом ты изначально говоришь, что это сервак хуэта, и здесь ловить нехуй. Потом ты заходишь на астериус. На астериусе кричишь, что сервак пизда, ты зазываешь туда людей. После чего ты опять пиздишь и начинаешь говорить о том, что это, мол, типа, хуёвый сервер, и там, блядь, играть не надо. То есть, ты сначала людей зовёшь, блядь, потом говоришь, нет, ребята, туда идти не надо, это сервер полное говно. Также ты пиздишь в том, что Enemy якобы является администрацией сервера астериус. Конкретно вот те люди, не трогая... Поясни, блядь, поясни, блядь, в чём я пизжу сейчас. Не даёшь сказать опять, смотри, по поводу Enemy, какой момент. Чувак, модератор на форуме, он, я не знаю, какое он имеет отношение к Enemy. Он их не клан-лидер, прикинь, блядь, он их не клан-лидер, сука. Но меня просто удивляет твоя позиция, когда ты говоришь о том, что кругом тебя одни враги. Ты такой один прекрасный, пиздатый чувак, но при этом ты как бы ни разу не хочешь признать свои ошибки. И когда тебя окунают лицом куда-то в унитаз или в парашу, ты такой, блядь, да кругом один пидорас, вы охуели. Но ты не можешь признать свою ошибку, потому что ты просто не можешь этого... Понимаешь, ты когда фейлишься, ты не можешь признать сам свои ошибки. И на случай вот с астериусом чётко было понятно, что ты не способен. Тебе постоянно говорят критику какую-то, после чего ты, соответственно, начинаешь фейлиться и говорить о том, какие кругом пидорасы. Вот ответь мне, пожалуйста, на вопрос, почему ты назвал хардлайн пидорасами? Ты же понимаешь, что в контексте нашего конфликта с тобой это, ну, мягко говоря, вообще переход на личности. Тебя, в принципе, лично никто не оскорблял никогда, никто тебя не обижал, плохого слова тебе не сказал. Если говорили, то тебе говорили какие-то подколки. Но ты, когда уходил, ты назвал клан пидорасами, да? Но, типа, я не понимаю мотивации твоих слов. Если ты не пиздобол, то почему ты называешь клан хардлайн пидорасами? Давай с этого вопроса начнём. Почему я назвал клан хардлайн пидорасами? Во-первых, перед тем, как выйти с вашего дискорда, один паренёк с ником Ниторт называл меня придурком клана и так далее. Все вот смеялись, всем было интересно поддерживать вот этот хейт в мою сторону. Не, ну ты мог сказать, что ты не придурок. Так почему я должен кому-то говорить, где уважение ко мне априору? Ну правильно, так правильно, надо всем назвать пидорасами или внуч, что ли? Как это называется? Вообще-то да, это так и называется. Так ты пиздобол получается, потому что среди нас нет ни одного пидораса. Как тебе такой поворот? Мне кажется, что есть. Например? Например, Санада или Ниторт, это два пидораса. А у тебя есть пруфы, что они пидорасы? Вот в том-то и суть, блядь, Ваня. У тебя есть пруфы, что ЛТ это не девочка. Вот понимаешь, я ушёл... Ты понимаешь, что я всё это говорю только для того, чтобы задеть тебя. Мне вообще похуду, ЛТ и так далее. Так в том-то и суть, блядь, Ваня. Я тоже говорю что-то, чтобы задеть тебя. И все вот эти видео были как чтобы стригерить тебя, блядь. И подобных людей, которые триггерятся с подобной хуйни, понимаешь? Я просто... Ты думаешь, меня это как-то триггерит, то что ты удалил канал, где было 33 подписчика? Нет, блядь, Ваня, не триггерит, не триггерит, сука. Ты сколько фильмов про меня сделал? Чувак, серьёзно? Ты думаешь, что я триггерит, то что ты удалил, блядь, канал, где 33 подписчика? Сука, сука, я тебе ещё раз говорю. Да мне похуй три раза. Если бы, блядь, тебя не триггерило, ты бы не делал уже сколько там... Ты три фильма, блядь, сделал, ибо я... Так я буду больше делать, понимаешь? Ты сейчас загнал себя в такой, как бы, в такой цвет, когда ты просто прекрасен тем, что ты генеришь хуйню. А мы с этой хуйней орём. Я тебе открыто об этом говорю, потому что, ну, ты как бы уже, видимо, не понимаешь, что происходит. И, соответственно, я тебе открыто говорю с того, что мы с тебя просто орём всем нашим кланам, вот этих вот злых людей, которые над тобой потешались. И, ну, как бы, ты сам избрал этот путь. Мы тебя не оскорбляли. Мы тебя изначально начали подкалывать. Но когда ты начал генерировать хуйню, мы просто продолжили это делать. Вот и всё. Просто суть в том, что в хардлайне только у тебя какое-то наличие интеллекта есть более-менее нормальное. Остальные это просто гопники. И все ваши темы... Не, просто понимаешь, я умею просто с людьми общаться. А ты, видимо, ну, типа... Ну, я, видимо, не могу опускаться до уровня чуваков, которые в своём дискорде обсуждают... Опускаться до уровня чуваков. Да, обсуждают новости политики и прочих хуйню. Подожди, подожди. То есть вот ты сейчас говоришь то, что ты не хочешь опускаться до уровня чуваков, хотя 20 минут назад на твоём стриме заходил какой-то школьник и рассказывал о том, как его, блядь, админ нахую провернул в Майнкрафте. И после этого ты, типа, не хочешь куда-то там опускаться. Ты, блядь, серьёзно? Так у тебя пруфы есть на тему того, что это школьник? Или опять ты, блядь, кинтуту свою несёшь и пытаешься? Ну, если он адекватный, там, какой-то взрослый человек, играющий в Майнкрафт, то это, блядь, диагноз. Вообще-то Майнкрафт это единственная адекватная игра, где ты можешь, типа... По факту, конечно. Что-то создавать, блядь. Пруфов нет. Тут ты, конечно, меня поймал. Я в Майнкрафт просто не играл, блядь, я нормальный человек, поэтому как бы хз. Но я секрет раскрою по поводу всех этих фрешарт-серверов и пираток. Там всегда есть злой админ, который всегда имеет какую-то комьюнити. Более того, ребят, админы любят продавать пиксели, знаете. Они на этом зарабатывают, а потом ездят с таких вот дурачков, которые там что-то где-то покупают. Они потом едут на отдых. Это капитализм, чуваки. Вот ты когда идешь в киношку, ты же платишь за киношку, правильно? Ты когда покупаешь дошек, ты же платишь за дошек. Ты когда идешь в шаурму покупать, ты тоже за нее платишь. Никто тебе ничего не дает бесплатно. То есть, если ты хочешь получить какое-то удовольствие в игре, ты должен за это заплатить. Это, в принципе, нормальное торговое отношение, понимаешь? И когда ты что-то получаешь, какой-то типа эндорфин в голову, ты должен за это заплатить. В мире людей все так устроено. А вы, я не знаю, с какого мира вы, ребят. Потому что, ну, как бы, блядь, платить копейки за то, чтобы получить какое-то удовольствие, ну, по-моему, это нормально. Ты сейчас, короче, переобулся в АФК овощей, защищаешь француз. При чем тут АФК овощей? Вот смотри, ты в магазине как покупаешь еду? Я подхожу, короче, к кассирщу, подношу еду и беру карточку и тыкаю, короче, на оплату. А с карточки у тебя деньги снимают за еду, да? Да, а что еще? Ну, как бы, понимаешь, это торговое отношение. И тут получается так, что в игре еды нет, но есть такое понятие, как жопа-часы. Если ты не хочешь вкладывать свою жопа-часы в игру, ты можешь взять карточку, подойти к банкомату и оплатить. Так какой тогда смысл игры, по-твоему, если вот так ты можешь... Ну, хочешь, делаешь, хочешь, не делаешь. Тут уже выбор каждого. Тебя же никто напрямую не призывает это делать. Я не защищаю Иновку, чтобы ты не подумал. Мне сугубо похуй на Инову, на все фрешат-сервера и так далее. И ты там говоришь, что я там типа собираю клан для того, чтобы хуй знает что. Там у тебя какая-то мысль была. Я ее особо не уловил. Я могу тебе ответить за то, что я делал, за то, что я делаю. И зачем вообще нужны ребята, которые играют со мной. Во-первых, изначально идея Hardline была создана для того, чтобы придушить стримеров, дошиков и всякий вот этот RMT-мусор. Так как они действительно ломают игровой процесс. Но когда Hardline стал, соответственно, понимать, как устроена серверная структура изнутри, мы поняли, что с этим нет смысла бороться. Так как, ну, если ты хотя бы один сервер победишь, вырастет новый. И мы начали просто играть ради фан. И, конечно же, мы осуждаем все эти, так сказать, поползновения внутри игрового процесса. Это честно, это неправильно. Но, с другой стороны, если бы не было дошиков на фрешардах, то и фрешард серверов бы не было, понимаешь? Тогда бы линейка, она бы сдохла. И в таком случае все играли бы на руофе. А на руофе, соответственно, происходит то же самое. Но только здесь воевать с иновой, ну, как бы смысла по большому счету нет. Потому что, короче, победа будет тогда, когда закроют нахуй инову. И кто-то создаст нормальный сервер в русскоговорящем коммунити. Но этого не произойдет, потому что инова, они как бы монополист в этом плане. А корейскому разработчику похуй на игру 20-летней давности. Отсюда, в принципе, стоит сделать вывод. То, что, как бы, по большому счету, наверное, у вас нихуя не получится. Ну, и, как бы, весь твой протест, это лицемерие, по большому счету. Потому что ты сам, как бы, рассказывал всем, что ты продал лук дракона. Рассказывал о том, как ты не хочешь и не умеешь с бафером качаться. Какие все АФК-боты пидорасы, потому что это не игровой процесс. И зачем я вообще сюда зашел? Я хотел сказать, что ты сам себе противоречишь, как я заранее это говорил. Потому что нельзя сидеть на двух стульях. С одной стороны, ты хочешь сидеть, как бы, с клевыми пацанами, которые играют руками. А с другой стороны, ты говоришь то, что, как бы, там играть сложно. И нужно баф качать, вкладывать время в игровой процесс. Но, как бы, забывая свои же слова, когда ты еще пару недель назад говорил о том, что АФК-боты, это пидорасы. И, как бы, ну, это ненормально, да, когда ты сам себе противоречишь. Если ты в этом не видишь каких-то противоречий, ну, наверное, у тебя какие-то проблемы, чувак. Я ни разу тебе со зла что-то не делал. За исключением того момента, когда ты начал страйковать мои каналы. Хотя, по большому счету, в этой ситуации ты тоже был неправ. Просто по одной простой причине. Я, как бы, твои каналы не страйковал, когда ты взял мои видосы. И есть такое заимствование, да, типа, на добром слове. Ты сам об этом упоминал, но при этом почему-то страйковал. Вот давай сейчас остановимся, ты перестанешь говорить, я тебе скажу. Вот ты взял мой фильм, опубликовал на своем канале и сделал негативное описание в мою сторону, направленное, чтобы как-то меня принизить. Ну, потому что ты назвал нас пидорасами, понимаешь? Так и ты удивляешься тому, что тебе прилетел страйк? Нет, я не удивляюсь тому, это, в принципе, вполне ожидаемо было. Я же выложил этот ролик не на основной канал, сечешь фишку, а на тот канал мне похуй. И то, что ты его удалил, ну, как бы удалил, удалил, хуй с тобой, на твоей совести останется. Просто ты показал, какой ты есть на самом деле. И, как бы, в этом весь прикол. Если бы ты ничего не сделал, отреагировал бы, там, на рофли, потом бы написал, бля, пацаны, я, там, погорячился, сорян, я, типа, не считаю, на самом деле, вас таковыми. Чего я, в принципе, ожидал, да, вместо того, что ты, там, пойдешь страйки кидать. Я думал то, что ты, там, придешь, там, скажешь, типа, блядь, он, мол, так и так, там, что-то я, типа, ебанул не то. Давайте, там, как-то, блядь, уже точки соприкосновения найдем. Но вместо этого ты начинаешь делать еще большую хуйню. Хотя я всегда, в принципе, открыт к любого рода людям, да, типа, и через наш клан прошло очень много разных людей, включая, там, каких-то шизиков, блядь, каких-то адекватных людей, каких-то, там, совсем конченных маргиналов. Но, тем не менее, проблема вся в том-то, что ты не готов сам пойти на какие-то точки соприкосновения. И, как бы, момент уже упущен просто потому, что, блядь, ну, чувак, всему есть предел. И ты, короче, все вот эти, блядь, красные линии уже пересек, поэтому я хуй знаю. Да, на самом деле, я сюда не вериться пришел, зашел просто опять покехать, поговорить. Так, давай ты сейчас мне обоснуешь, у тебя вопрос был перед этим, который я уже ответил. Ты сказал, что я продал оружие, драконы — это что-то плохое. Вот ты пояснить мне можешь, почему это плохо? Да, да, я могу. Знаешь, что плохого в твоем РМТ? В каком РМТ, блядь? Подожди, блядь, ты продал... Смотри, я им не закончил. В каком, блядь, РМТ? Смотри, типа, твоя фанатка подарила тебе пуху дракона для того, чтобы ты эту пуху дракона реализовал как ПКшник. Вместо этого ты пошел, блядь, и потерся идеей человека, который хотел тебя поддержать, продав эту хуйню на фанпэй. Как бы, блядь, ну, я не знаю, это зашквар просто максимального уровня. И чтобы ты там в роликах не пиздел по поводу того, какая у тебя там, блядь, идея как-то против этих пушек дракона. Да, блядь, чувак, с тем же успехом она могла отдать ее... Я тебе еще раз говорю, вот нахуя ты сейчас продолжаешь вот это пытаться? Да, он бы бегал, подожди, он бы сейчас бы бегал, просто и наказывал ебаный сервак. Вместо этого ты пошел, продал наху ее на фанпэй, захомячил ее, купился дошик, блядь. У тебя пруфы есть, блядь, что я продал ее на фанпэй. Блядь, а где она? Ну, давай, покажи мне. Я тебе еще раз говорю, блядь, я сделал, сука, я тебе сказал, я сделал рерол, я купил себе эпик бежу, которая стоит, как эта пушка дракона. У тебя была уже эта эпик бежа, что ты мне рассказываешь? Какая эпик бежа у меня была, которая сейчас на мне одета? Да я и был, да, неплохо, понимаешь, чувак. Ну ты захомячил пуху, где пуха дракона, блядь, покажи им пуху дракона. Я тебе сказал, я ее продал, у меня одена есть, хуяль, я тебе должен ее показывать. Нет, подожди, то есть получается та самая одена, которую ты кричишь, что ты надюбал еще в 2016 году, это вот эта вот одена, которую ты, блядь, продал за пуху дракона? Тебе не кажется, что здесь ты либо пиздишь, либо ты противоречишь сам себе? Выбирай сам, как бы. Я твой вопрос не понял, еще раз говорю, я продал пушку дракона, чтобы сделать реврон на лучника, блядь, понимаешь? Да, да, да. Лучник это более продуктивный ПК. Ну смотри, я тебе рассказываю, ты, короче, в ролике, где ныл там за вот эту пуху дракона, рассказывал, что вот эта тян, которая дала тебе пуху, она, короче, типа одена надюбала, да? То есть получается, ты сейчас говоришь, что вот эта надюбанная одена, это равно пуха дракона, которую ты продал. То есть как бы не было никакого дюба, и в каком-то моменте ты все равно стоишься к пиздополу. Давай сейчас я тебе отвечу, я понимаю, что ты хочешь это скинуть алиотику, но я не боюсь как бы последствий. Да мне пуху на алиотика, серьезно, чувак. Да, блядь, вообще похуй, я тебе сто процентов говорю, что мне похуй. Дай ответить тебе, блядь. Во-первых, в 2016 году мы дюбали с помощью кидания наставника ботиком. Там были ботики, которые вообще бегали и качались до максимального уровня. И я раскрыл эту тайну, а потом начал делиться со всеми своими сокланами. И нам пассивно каждый месяц приходили сотни миллионов аден. Тогда миллионы-то до хера было. Сейчас это вообще ни о чем, но тогда это было много. И вот эта девочка, я с ней поделюсь информацией на тему такого дюба, потому что она помогала нашему клану. Бегала Исой и Хилершей на рейдах. А потом она перестала бегать Исой и Хилершей на рейдах и тупо дюпала адена. На дюпала она сотни миллиардов аден, даже не сотни, блядь, она там порядка, не знаю, как сумма больше миллиарда называется, но вот столько она заработала и, в принципе, то, что она мне дала, это вообще ни о чем. Типа 100 миллиардов на то, что у нее было. Ты опять уходишь куда-то далеко, не отвечая на главный вопрос. На какой вопрос? Я тебе отвечаю, что я не РМДшил ничего. Где ухо дракона? Ты в мою руку видишь, что у меня в руке? На хуя мне пуха дракона вопрос. Ну хуйня какая-то за 300 рублей у тебя в руках. Ну вот это твое мнение, то сейчас опять клевету несешь, что она за 300 рублей. Вот ты сам тебе веришь. Я откуда знаю, за сколько она рублей, блядь? Откуда я знаю, за сколько она рублей, блядь? Я не за рубли ее покупал. Я тебе говорю, она стоит 300 рублей, блядь. Я тебе говорю, сколько она стоит. Давай ты купишь за 300 рублей. Прямо сейчас ты откроешь фанпы и посмотришь, сколько стоит это явление. Давай я тебе сейчас 300 рублей переведу, и ты купишь ЛТ, такую же пушку за 300 рублей. Сможешь такое провернуть? Если ты мне переведёшь 300 рублей, ты больше никогда не увидишь. Ну вот я тоже думаю на эту тему. Эта пушка не 300 рублей уж точно стоит, потому что она стоит... СА, который вставлен в неё, ЛС, примерно 16 лярдов она стоит. И плюс я там кучу камней накупил, бежи, и в принципе у меня немного-то Адена осталось после этой пушки дракона. Не, ну ладно, ладно, проехали эту хуйню. Ты мне скажи, ты гордишься своим поступком, что ты соскамил свою вот эту сакланшу, чек-то она там была? Как можно соскамить подарок? Ты можешь ответить на вопрос? Не, ну блядь, она же тебе дала для других целей. Она мне подарила, блядь, почему она мне дала? Подарила зачем? С контекстом того, что ты должен бегать и уничтожать этой пушкой. Нет, она сказала, что она сказала, а сука, она сказала, блядь. Ты размениваешься на всякие мелкие факторы, да я, блядь, не виноват, да я её там продал, да я её там разменял, да блядь, чуваки, да вы шо, да я самый честный. Ты понимаешь, что ты опять в очередной раз пиздишь всем, блядь. Ты понимаешь, блядь, сука, ты можешь вот так не пиздеть подолгу, ты можешь так долго не пиздеть. Ты такой, типа, блядь, шо делать, ладно, куплю какую-нибудь хуйню для вида, типа, короче, чтоб, блядь, это, не быть жёстким. Ну ладно, короче, это такое на самом деле. Такое на самом деле называть, что девочка ушла с LineH2 и сказала, что она не вернётся сюда, поэтому отдала мне пушку дракона. И типа ты говоришь, что это был скам, блядь, скам подарка, вы вообще долбоёбы, Хардлайн, вот вопрос в чём. Вы думаете, что если кто-то вам от чистого сердца дарит подарок, можно заскамить подарок? Ты вообще думаешь, о чём ты говоришь? Да нет, я ж всё прекрасно понимаю, ну, чувак, серьёзно такое, это нормально, как бы, да, когда ты скамишь всех, это, блядь, нормально. Для ПК-шника, в принципе, ты ведёшь достаточно праздный образ жизни, надо быть ещё жёстче, я же говорил, что ты слабенький достаточно. Блядь, вот с тобой говорить, это, короче, ты тупо пытаешься клевету выставить поверх... А при чём тут клевету? Так это, блядь, клевета, ты понимаешь, я тебе объясняю. Я тебе по факту разбираю, что ты сам себе противоречишь, понимаешь? Но ты же сам себе противоречишь, ты хотя бы аудиторию не пытайся наебать, мы-то всё со стороны видим, а тут ты, блядь, сам себе можешь противоречить сколько угодно. Он, смотри, сейчас пишет в Дискорде, почему чела ебёт, куда владыка... Я не вижу, что там тебя, блядь... Я тебе читаю, блядь, дай зачитаю тебе. Почему чела ебёт, куда владыка дел своё имущество, это же его имущество, куда хочет, туда и девает. Подарок безвозмездный. Не, смотри, чуваки, я сейчас объясню, я объясню сейчас смысл, почему меня это волнует. Потому что этот челик рассказывает за то, как плохо РМТ шить, а тут оказывается, он её, короче, подал на ПК. РМТ, факт РМТ, приведи мне, блядь. Да ты чё тут факт РМТ, сейчас, блядь, я пойду сейчас скриншоты искать, как ты там, где кому чё продаёшь, блядь. Да, с Майо можешь войти. Делать мне нефть, что ли, блядь? Ты же сам прекрасно говорил о том, какая прекрасная у тебя пушка и сколько она будет стоить. Мы же всё это прекрасно помним, а сейчас ты расскажешь какую ты ебатурю. Добрый. Я вот честно, я уже близкий, полтора часа сижу и слушаю то, что происходит, и не могу одну понять вещи, к чему это всё. А это к тому, что владыка Диона немножко запизделся? Нет, вопрос немножко в другом. Первый вопрос, потому что человек написал, имущество, которое находится в руках владыки Диона, это его блядь. Ну, понимаешь, тут как бы такой момент, ему подарили это для того, чтобы он устроил тотальный нагиб сервака, а где пушка, как бы до силы неизвестно. Так кто тебе сказал, для чего мне подарили, ты сейчас это придумал или что это такое? Да в смысле, ты сам в своих фильмах рассказывал, блядь, как она тебе писала, нагни сервак. Она мне не писала, я сказал, что я отомчу за то, что она ушла, блядь. Да, блядь, скриншот ещё показывал, ну ёбануро. Я сказал, что я отомчу. Да, дайте скажу, блядь, смотрите. О, привет, Даша, Даша, привет. Не знаю, почему я Даша, ну ладно. Короче, смотри, во-первых, ну блядь, подарок, как можно подарок вообще, типа возвращать обратно и так далее, потому что... Да, никто не говорит, чтобы он возвращал обратно, тут речь идёт за что, за сколько он его продал, чувак, ну ты тоже. А с чего ты взял, что он его продал? А где, где, покажите, покажите. Смотри, а почему он должен тебе что-то показывать, типа это во-первых, во-вторых. Блядь, ну он же скамерок, понимаешь, он просто как бы скаманул пуху, блядь. Да хуйню какую-то рассказываешь. И мне неинтересно слушать за то, как тебя админ нахуй упроверзнул в Майнкрафте. Но ты уже сделал какие-то свои выводы и, по сути, клеветаешь его. Я его клеветаю? Ну потому что ты сделал свои выводы, твои выводы, типа у тебя нет никаких доказательств, типа... Я не делал никаких выводов, я зашёл задать ему вопросы. Выводы я буду делать после сегодняшнего разговора. Ты меня неправильно понимаешь. Владыка, короче, смотри, Владыка, короче, вот вам обоим даже скажу. Если вы делаете какой-то контент на Ютубе, то вот, плиз, без всяких вот разборок. Потому что, ну это вообще неинтересно, типа вот эти разборки смотреть. Вечный кто, с кем, скаманул. Это уже настолько... Да, Норма, ты явно, ты явно очень недолго в ПК-комьюнити и вот такого вот постоянно происходит. Да, я уже давно в медиапространстве и... Не, 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 грубо говоря. Не, понимаешь, нам в Майнкрафте, как бы, да, это согласен. Это... Это какой Майнкрафт, чувак? Ты думаешь, я из, типа, Майнкрафт, что ли, играю? Ну а что, ты, видимо, просто не понимаешь, что это попал? Чувак, я в Ланыч играю лет 11, так что я понимаю, куда я попал. Короче, смотри, я просто говорю про то, что... Ваши разборки должны быть, ну, не на Ютубе, точно. А можно вопрос по линейке задать тебе? Ну, давай, давай. Где взять Quest на саб-класс? В NPC. Или купить в консоли? Не, ну это не серьезно, чувак, это не серьезно, конечно. Да я играю... Ладно, ладно, другой вопрос, зачем нужны муншарды? Я даже не знаю, что это термин. Короче, забей. Ну все, пошел нахуй, я понял, какой это игрок. Хорошо, хорошо, смотри. Все, я тебя мутаю, потому что мне неинтересно слушать мнение Майнкрафтера. Так, ну продолжим, короче. Потому что это невозможно, блядь, таких людей слушать. Я охуенно, это где-то 4-й, но вот это, конечно, существо по имени Даша. Это что-то непонятно. Сейчас, сек, я его замучаю и скажу, что я хочу сказать. Вот как раз-таки ты сейчас сказал, что он хочет какие-то разборки устраивать. У него цель, типа, создать фильм и какой-то хайп на своем канале поднять. Да не буду я создавать никакой фильм. Зачем ты сюда зашел-то вообще вопрос? Я зашел задать тебе вопрос, главный. Смотри, блин, я просто не вижу ваших фигня давно уже длится. Главный вопрос, который я хочу тебе задать. Ты готов? Типа, люди, что ФК овощи, что цветы, наверное, приходят сюда, типа, наверное, чтобы самоотвердиться. Или что, я хз. Типа, зачем просто тратить на них время и силы, я не понимаю. Владыка, блин, плиз, направь свое... Он меня игноришь, что ли? Направь свои силы в более, прям, ну, для тебя нужное и полезное русло. Типа, я прям буду суперблагодарен. Ау, блядь, замутай этого петуха, дай мне поговорить с тобой. Что к тебе пришли какие-то непонятные люди? Я с тобой разговариваю тет на тет, ты собрал каких-то непонятных пидарасов. Сейчас, короче, парни, он хочет задать свой вопрос главный. Давай, Ваня, задай вопрос. Смотри, зачем нужны вот эти люди непонятные здесь? Вот, скажи мне, пожалуйста, мы с тобой разговариваем один на один. Ты свой вопрос хотел задать, тебя ебать не должно, зачем сюда зашли люди. Ты задавай вопрос свой, а не пальцы на тему того, что сюда зашли какие-то люди. Нет, ну, просто я пытаюсь с тобой общаться, они там меня перебивают. Я смотрю в итоге по стриму, вместо того, чтобы ты мне что-то отвечал, ты слушаешь каких-то непонятных людей, которые хуй пойми, зачем здесь сидят. Ваня, к тебе вопрос, вот, соответственно, зачем эти люди здесь сидят? Я конкретно пришел задать вопрос, и, как ты мог заметить, Ваня, я ни разу вас не перебил. Ну, к тебе нет претензий, я вот про этого Майнкрафтера в основном говорю. Все-таки, пока я паузу, но я не хочу задать вопрос, нахуя это все? Ну, понимаешь, он оскорбляет людей, это главная проблема. Он не слушает критику и оскорбляет людей. Когда он по факту говорит, что он делает неправильно, он начинает триггерить и оскорблять всех. Я зашел задать ему вопрос, почему он ведет себя, как свина-собака. По сути дела, вместо того, чтобы решить вопрос мирно, вы продолжите усугублять? Нет, я ничего не усугубляю, понимаешь, он уже усугубил это настолько, что тут как бы только война. Но проблема вся в том, что он как бы не отвечает за свои слова. То есть, в этом его главная проблема. Я зашел задать ему вопрос, почему он так поступает. В чем, собственно, главная фишка. Может быть, он, не знаю, думает, что мы хотим его как-то использовать или еще что-то. Окей, давай, Ваня, давай я сейчас отвечу. Когда с ним начинали играть, мы с ним адекватно играли. А так получается, что он, блядь, всех назвал пидорасами и сейчас кричит о том, что мы клевещем. Хотя, по большому счету, мы просто критикуем. И, блядь, как бы, ну, чувак, ну, это ненормально, когда ты так сам триггеришь на ровном месте, блядь. Я не знаю. Вот давайте сейчас отвечу, ты не будешь пиздеть. Вот когда я пришел на Астереос и вставил в лук атрибут на тьму, вас это так затригерило, что вы, пиздец, как меня начали клеветать, покрывать матом, но у вас... Не питать. Да нет, подожди, когда ты вставил себе атрибут лук на тьму, ты поступил как нуб. Так ты понимаешь, что ухавка не зависит от того, какой атрибут у него стоит, блядь. Нет, 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 ты не понимаешь этому механику игры. Ты мог проточить скиллы на атрибут, на тот, который ты вставил. И это бы мне очень много дало, если бы... А не зависит ли эта херня от того, что... Да тут уже не важно, кто от чего... Нет, ребят, это уже не важно. Мы просто говорили, как нужно делать. Он забил хуй, потом в итоге пошел сосать. И, типа, пососал, блядь, ливнул с клана, сломал лук, потом опять прибежал. Хотя ему говорили, что это все этим и кончится. В итоге чувак не хочет воспринимать никакую критику. И если кто-то его критикует, то он автоматически становится ему врагом. Вот это вот ваш любимый Владык Диона, блядь. Он тупой, как я хуй знаю, как баран, блядь. Ему объясняешь, как надо делать. Он вот этого тригерит у него, там, не знаю, в очке свербит, блядь. Он начинает плакать, ныть и какой-то хуйней заниматься. Вот и все. У меня что-то эта ситуация напоминает ситуацию с Мордором. Какая ситуация с Мордором была? Ваня, я за тобой довольно давно следил. Нет, ну смотри, я могу по ситуации с Мордором все рассказать от начала до конца. Если тебя что-то интересует или тебе что-то непонятно, я тебе могу как бы все рассказать, как было. Нет, просто вот этот вот конфликт, который раздувается, на пустом месте. Левнул чувак. Пусть с ним. Зачем вот так вот лезть? Ну, ушел, ушел. Он просто кричит о том, что мы на него клевещим. Но на самом деле мы же просто его критикуем. И если бы он не назвал нас пидорасами, если бы он не повел себя как человек без чести и достоинства, мы бы и не делали бы такого. Ну, ушел, ушел, ладно, хуй с тобой, иди. Мы же никого не держим, понимаешь? А тут получается, что как бы репутация клана задета. Плюс он от лица клана говорил тезисы, которые, в принципе, нам были неинтересны. Я сейчас конкретно говорю про то, что он говорил от лица Hardline, когда записывал ролики в адрес адгинов Астериуса, блядь. И вот эта вот вся хуйня. Не то, чтобы это сильно как-то меня задевает, но это выглядит странно, когда, типа, чувак, блядь, со значком Hardline кричит какую-то хуйню вообще несвязанную, блядь, как умственно отстал ее. Потом он прилетает... Ну, выгнул тогда из клана его и отнял значок, и все. И прилетает, соответственно, еще, что называется, фидбэк от зрителей. Говорит, что это вообще за поехавший ебанат, блядь? Пиздец, челы душные, конечно. Поэтому я здесь для того, чтобы разъяснить несколько моментов. Во-первых, блядь, владыка Диона, ну, мягко говоря, не думает о том, что он говорит. Потом не думает о том, что он делает, и, соответственно, блядь, не хочет ни разу внести никакую ответственность. Не, если тебя не устраивало то, что он мне, как ты сказал, говорил от имени клана, почему ты позволил это делать? Ну, потому что, во-первых, смотри, он даже ничего не говорил, в чем прикол. Ну, то, что он будет это согласовывать хотя бы как-то. Изначально, когда он, ну, типа, записывал этот ролик, он должен был записать другой ролик. А потом получилось так, что он записывает еще какую-то непонятную ебаторию. Владыка Диона, вот ты же можешь подтвердить мои слова, правильно? Давай сейчас по твоей тактике пойдем, и буду говорить, что ты пиздобор, Ваня. Вот, смотри, вот он-то уже начинает склоняться. Вроде как бы беседа, да, наладилась. Так ты пиздишь больше всех, понимаешь? Ты не даешь говорить людям, блядь. Ты не даешь говорить, блядь. Никто никому ничего плохого не говорит, и тут у него опять начинается бить, он говорит, да ты пиздобол, там, давай... Вот давай я тебе сейчас скажу. Смотри, ответь мне на вопрос. Мы с тобой записывали 40 минут там футажей, которые ты потом в итоге удалил и не выпустил ролик. Было такое? Так к чему этот вопрос, я не понял. Нет, было или нет? Ну, было и что такого? Вот, смотри, соответственно, в тот день, когда он, ну, типа, должен был записать ролик про Костю Дарка, рофловый, как бы не с целью там кого-то обидеть, у меня как бы вообще не было никаких планов, он сам предложил. В итоге я согласился с ним пойти записывать вот эти футажи. В итоге, короче, он там что-то замялся и в конечном итоге сказал, постой вот здесь вот в центре Диона, блядь, я запишу ролик и, короче, будет бомба. Ну, похуй, я там завел твинков, поставил, он там записал, и в итоге, короче, так появился ролик. Давай отвечу, блядь, не пизди дальше, давай отвечу на вопрос. Не уходи дальше. Потому что там, короче, типа, эти, блядь, Enemy, это, короче, админы, блядь, Астериуса и прочее, вот это не связано хуя-то. Давай начнем. Ну, будем честными, Enemy сейчас это не Enemy, непонятно кто. Ну, мне не важно, на самом деле, кто это менеджер. И просто прикол-то в чем? Ну, записал. Ну, и высказать свою фи... Ну, он мог просто сделать это не от лица клана Хардлайн, понимаешь? Не, он же может высказать свою фи на это все. Не, ну, я же не запрещаю ему говорить, что... Дайте я отмечу, парни, блядь, на вопрос. Вот ты и спросил, почему я не выпустил фильм. Просто, когда я с тобой записывал эти футажи, ты все время пытался как-то принизить Костю Дарка, у тебя какая-то обидка на него, ты там пытался, типа, его слить, хай-хардлайн, блядь, Костя Дарк, какой-то плохой ПК и так далее. Смотри, я тебе отвечу, в интернете нужен шоу-контент, никто не будет смотреть... Мне не нужен шоу-контент, понимаешь? Тебе нужен шоу-контент, у меня другая задача стоит. Но ты в конечном итоге сам пошел к набитиям, то есть, типа, ты как бы сам себе опять противоречишь. Так а в чем шоу-контент заключается при наблении псевдо-энеми? Я объясняю смысл, ты меня перебиваешь. Смотри, я хотел, чтобы ты выпустил вот этот ролик, который ты запланировал, я же его одобрил, как в конечном итоге, со своими коррективами, да. Но ты согласился с этим, мы пошли делать контент. В конечном итоге, блядь, мы пришли к тому, что ты выпускаешь ролик, где ты как бы гнобишь Энеби, но при этом Костя Дарк твой кумир. И при этом ты как бы не можешь, ну, типа, даже ради рофла, там же не было ничего обидного в том, что я предлагаю, по сути, да. Это просто был бы такой, типа, ну, всем понятно, что, блядь, Костя Дарк уже, там, миллион лет не играет в линейку, и то, что, типа, вот этот персонаж, который бегает внутри, там, какого-то, блядь, какого-то Астериуса, это явно не Костя Дарк. И ты, блядь, не стал делать этот ролик непонятным по каким причинам. Причины понятны, давай я тебе сейчас скажу, ты не будешь пиздеть дальше вот так долго, я тебе отвечу. Причина простая, просто я Костю Дарка уважаю и не хочу, чтобы вот ты своими вот этими попытками, блядь. Но ты же сам предложил использовать Костю Дарка. Я не предлагал именно его как-то унижать в этом видео. Я не хотел, чтобы ты его унижал в этом фильме, блядь, понимаешь? Да, как ешь я его унижал. Ты его унижал, блядь, ты унижал именно. Я его просто слил. Ты слил, а дальше что ты, сука, писал? Что ты писал там дальше, когда слил? Ну ты мог не вставлять это. Так а как, блядь, я сделаю фильм, если всё уже было записано, блядь? Ты не умеешь монтировать кусочки видео. Тогда бы смысла никакого не было в фильме. Ну сказал бы, давай переснимем футаж, блядь, в чём проблема, если я там что-то написал. Да я там особо ничего такого-то не писал. Я писал там что-то по типу хай-хард линии, стандартную хуйню, когда у людей ПК. Если это для тебя обидно, точнее для Кости Дарка, ну я не знаю. Мне кажется, Косте Дарку вообще похуй на всех четырёх человек, которые сидят в Дискорде в данный момент, и на тех, кто, в принципе, смотрит этот стрим. Поэтому давай будем откровенны, блядь. Костя Дарк никогда не увидит то, что ты делаешь. Как бы ты ни старался. Ты опять сейчас клевету какую-то начал нести? Причём тут, блядь? Я тебе просто говорю, как мир устроен. А пруфы где? Твои пруфы-то где? А ты думаешь, что Костя Дарк, он следит за твоим пруфом? Я не думаю, блядь, я общаюсь с Костей Даркой, прикинь. А у тебя есть пруфы, что ты с ним общаешься? А зачем я тебе должен свои пруфы предоставлять? Ну а зачем я тебе должен свои пруфы? Я тебе могу сказать, что... У тебя логика 12-летнего ребёнка, блядь. Почему я должен тебе, а ты мне не думаешь? Так ты меня обвиняешь, блядь, не я тебя обвиняю, блядь. Когда тебя ловят в углу, ты такой, а, блядь, а где пруфы, ёбаный рот, блядь? Да ты сам хотя бы раз пруф покажи, блядь. Где пушка Дракона? Уже было сказано, где пушка Дракона. Почему пушка Дракона? Блядь, ну в том-то и дело, что нету пушки Дракона. Я же и подложил потому, что... Смотри, как это работает. Всегда, когда его заводишь в угол, у него, блядь, начинается прокрутка на месте. И он переворачивается с тем и на тем. Он как, блядь, как карась, который вылез, блядь, на берег и болтыхается там. То есть, в этом его проблема. Когда ты с ним вступаешь в диалог, в дискуссию, когда ты подводишь к тому, что нужны пруфы, у него никогда нет пруфов. Ты говоришь, блядь, чувак, расскажи, почему ты ушел, там, условно, с Инову. Он говорит, там, блядь, Алиот пидорас. Ты спрашиваешь, почему Алиот пидорас? Он такой, да, блядь, а я что, тебе должен что-то рассказывать за Алиота? Почему он пидорас? Все в этом духе. Когда ты его спрашиваешь, почему ты ушел, блядь, с Астериоса, он кричит, это, блядь, модераторы, которые из Enemy. Ему кричишь, где пруфы, блядь, того, что там, типа, вот Enemy, конкретно это, ебать, админы. А он такой, да ну нахуй, я тебе что-то буду показывать. Все в хардлайн пидорасы и уходят. Я тебе дал пруфы, вот зачем ты сейчас пиздишь, Ваня? Я тебе дал пруфы, блядь. Я тебе просто привожу пример к тому, что ты просто балаболишь, блядь. Это окно Увертона создать, блядь. Кэл Энеми является лидером вот этого псевдо-энеми, является главным модератором на форуме Астериоса. Это ни о чем не говорит. Главный модератор это не админ. Ты понимаешь, что модератор, блядь, у меня он в валу на канале. Модератор еще со времен создания моего канала. Это же не значит, что он, блядь, это я. Окей, если тебя это не выразумляет, он является Эржей на радио Астериос. Тебе это не выразумляет? И чё? И чё, блядь? Если ты не контролируешь своих ГМов, то это печаль беда. Нет, пруф-то в том, что он, блядь, создал нахуй этот Астериос. Есть пруф на это, блядь. Причем то, что он создал, то, что лидер ПК псевдо-альянса, который раньше был охуенный. Ты понимаешь, что модератор это чувак, который просто блокирует тех, кто пишет говно. То есть, меня он заблокировал, и тебя он тоже твои сообщения удалял, ты видел? Просто простые сообщения, ничего в себе не случилось. Ну, потому что ты по парту нарушаешь правила сервера, блядь. Поэтому он и удалял твои сообщения. А не потому, что ты такой, блядь, назойливый и злой человек. Понимаешь, там есть как бы свои правила. Вот ты когда в инновку заходишь, там правила написаны. На фришке то же самое. Ты когда заходишь на сервак, там где-нибудь да есть правила сервера. Там написано, что есть по типу, нельзя, блядь, разжигать флейм, нельзя, блядь, посылать нахуй админа. Слово админа закон. Зайди, блядь, на любой форум, там везде есть правила. Если правил не будет, то люди будут творить хуйню, за которую потом админ будет, соответственно, нести ответственность. Никто не хочет нести ответственность за твою хуйню, поэтому админ тебя просто блокирует. Это так и работает, блядь, во всем мире, понимаешь? Сейчас я вам скажу, просто не перебывай мне, Ваня. Вопрос их заключается в том, что только как только сказал Владыка, что они находятся в администрации, но модератор – это часть администрации. Я не подчиняюсь администрации сервера. Модерация сервера подчиняется, ну модерация софорума подчиняется администрации сервера. И РДЖ находится под рукой администрации сервера. То есть, грубо говоря, фактически, анамит находится в администрации сервера. Но опять же, это грубо говоря. Или я не прав в каких-то своих выводах? Я заехал, смотри, можно сказать, что автомойкой управляет, блядь, машина, которая туда заехала. Пользуясь этой же логикой. Сейчас объясню свою мысль. У машины нет никаких управлений. То есть, есть чувак, который, блядь, нанимает работников. Он платит им деньги, либо дает какие-либо ресурсы, потому что они выполняют какую-либо работу. Опять же, так мир устроен. Скорее всего, как обстоит дела на самом деле? Есть конкретный админ, который запустил вот этот проект Astereos. Естественно, у него будет какая-то команда. Но это не значит, что эта команда имеет некую прибыль с того, что имеет админ. То есть, он, конечно же, им какую-то зарплату платит. Блин, чувак, если есть какой-то админ. Администратор, и имеют доступ к его с окраинным планам. Это не значит, что они могут грязь на скрывающихся что-то. Проблема вся в том, что администрация проекта, скорее всего, она же имеет штат сотрудников для того, чтобы урегулировать какие-то административные вопросы. Как и в любом другом деле. То есть, если мы берем в расчет какой-то проект в интернете, есть главный админ, есть серверный админ, есть, соответственно, их обслуживающий персонал, всякие модераторы на форуме, которые с игрой, в принципе, могут даже никак не взаимодействовать. Блин, короче, щелкает супер. Могут не взаимодействовать, но, опять же, они имеют на нее влияние. Давайте будем честными. Потому что без влияния на администрацию сервера, тебя бы модераторные права модерации, каких-либо разделов, либо отдельных частей проекта, себя бы сняли. То есть, по сути дела, права модератора дают право голоса. И будем честными, если ты имеешь право голоса в администрации, по сути дела, они находятся в администрации Астериуса и могут влиять на курс этого сервера. Если бы они этого делать не смогли, они были бы даже не модераторами, они были бы просто... Как это правильно назвать? Это же забыл слово. Люди, регулирующие отношения на форуме, выдавая предупреждения, даже не имея права банка, я просто забыл это слово напрочь. Полность предупреждения на форуме выдает. Супер пользователь. Но не важно, как это называется. Я понял твою идею, но смысл немножечко в другом. Я пытаюсь объяснить ситуацию, как это устроено, скорее всего. То есть, чувак сидит на зарплате. То есть, это не то, чтобы это его официальная работа, просто он играл на этом сервере достаточно давно, но уже имеет какую-то, ну, не знаю, типа репутацию человека, да, типа, который, соответственно, может... На которого можно положиться. Поэтому админ предложил ему должность немножечко посаппортить ему за определенную сумму. Естественно, человек, который играл в линейку какое-то время, он не отказался, плюс-минус, типа, он же с этого ничего не теряет, и, возможно, ему даже как прикол. Поэтому я не вижу ничего плохого в том-то, что кто-то работает онлайн. То есть, как бы, на аутсорсе очень многие занимаются какой-либо хуйней, в том числе и я. То есть, если меня там, типа, просит какой-то знакомый блогер, блядь, посаппортить ему канал, я же ему не отказываю. Но это же не значит, что я, соответственно, являюсь, блядь, админом... Давай аргумент тебе приведу, чтобы ты уже закончил этот пиздеж. Слушай, короче, я слушал радио Астериоса, где вот этот Алик ПК является лидером, блядь. То есть, он является лидером филиала... Какого филиала? Псевдо-эниме, и... На радио Астериоса он является Эрже, сука. И он во время эфира говорил, что он переехал в Новгород, где находится офис Астериоса, сука. Нихуя, блядь, он не связан с админами, да, Ваня, блядь? Это я... Мне послышалось, что он переехал, блядь, со своей Белоруссией, блядь, в Нижний Новгород, где находится офис Астериоса. Ну смотри, смотри, ну переехал, чувак, и шо, и шо, блядь. Нет, смотри, я просто пытаюсь понять твою логику. То есть, по твоей логике, если чувак создал какой-то сервак, и он был, блядь, в альянсе там когда-то Enemy, то он, короче, априори хуёвый, или сервер хуёвый. Я просто пытаюсь понять... Моя логика в том, что это не альянс Enemy, это пидорасы, которые одели на себя картинку Enemy. Вот у меня такая логика. Ну ты, как бы, предъявляем за это, я не знаю, но, типа, при чём тут-то оскорбления какие-то на форуме, за которые ты получаешь вот эти баны, а потом кричишь, что... В чём я оскорбил? Я просто сказал, что псевдо-еними относятся к модераторству форума, и ихний алихпк является РЖН Радио, и сразу же мне прилетела пермаменка, чтобы люди не знали, что вот эти псевдо-пкшники... Да, тут, скорее всего, даже тебе не за это прилетело. Я вот более чем уверен, что если ты, короче, напишешь нормально тему, как бы, да, без всей вот этой хуйни и вуали, которую ты обычно пишешь, как бы по-человечески, люди просто почитают, поржут, блядь, объяснят, возможно, тебе, что такое там происходит, как это всё устроено, но когда ты пишешь откровенно понос, как в стиле вот этих ПК, там, типа, и прочего, я же сам такие темы пишу, просто потому что я понимаю, как это работает, это если ты пишешь, блядь, в стиле «я дурачок, поржите с меня», то люди на это так и реагируют, а если ты нарушаешь правила, как бы, да, то, соответственно, тебя за это банят. Но если ты придёшь и напишешь конструктивно, напишешь по правилам, то люди это прочитают, полайкуют. Вопрос, нужно ли оно тебе самому? Тебе же это нахуй не надо. Ты это сделал только для того, чтобы просто, блядь, полить грязью сервак и сказать, что, блядь, если здесь админы эннами, значит, что 100% нарисовки, значит, там админы пидорации, цитата твоя, то, конечно же, тут играть не стоит. При этом ты сам туда пришёл играть, тебя, блядь, никто не заставлял туда идти, и хуй знает, на что ты вообще рассчитывал. Это то же самое, что ты придёшь кому-то домой и скажешь, блядь, чувак, ты живёшь хуёво, нужно жить иначе. Ну, скорее всего, тебя нахуй выкинуть с этой квартиры, блядь, куда ты пришёл. Или я не прав? Ты не прав, потому что ты не знаешь всю сторону конфликта моего с этим псевдо-эниме, с этим аликом ПК. И что он мне в ЛС отвечал, ты тоже не знаешь. Почему вообще вот это всё началось? Ну, покажи и всем обнаружили информацию. Так я показывал, блядь, он назвал мои фильмы хуйнёй. Тебе этого не хватает? Ну, наверное, потому что ты как-то обратился к нему неправильно, да. Неправильно обратился. У тебя там, соответственно, были, блядь, какие-то конфликты, ты сам говоришь. Скорее всего, до этого ты его как-то чем-то опять оскорбил, а учитывая то, что ты, в принципе, не следишь за своим базаром, будем откровенно говоря, я, в принципе, не удивлён такой реакцией. Я бы тебя тоже нахуй забанил, уже на моём форуме, да, ты уже понял, что это его форум? Да, блядь, если бы у меня был бы какой-то форум, да, и ты туда пришёл срать, я бы тебя нахуй забанил. Был бы, в принципе, прав в этой ситуации. А ты считаешь, что, что типа часть чьей-то вот этой типа серверной структуры, называемый форум, это твоя территория, где ты можешь срать и нарушать правила? Ну, это ж так не работает, чувак. Никто не может нарушать правила. Даже админ, в принципе, свои правила не может нарушать. В этом-то как бы и смысл правила. И сделаешь. Правила, админ всегда нарушает свои правила. Будьте честны. Ну, я отвечу тебе. Если админ нарушает свои правила, значит админ пидорас. Тут уже заслужено, в принципе. Так давай ответь на вопрос того, что Альянс Эйними всегда выступал за свободу слова и свободу действия, но с какого-то хуя он ограничивает на форуме за свободу слова и свободу действия и потакает администрации сервера, если он не является ей. Я могу тебе ответить. Зачем он это делает, блядь? Вот еще вопрос. А при этом сами ловили в поле бедненьких маленьких ПКшников, сливали их, пиздили их до той самой поры, пока они с куля не приходили к ним и не получали значок над головой. О какой свободе ты говоришь, когда по сути Эйними убивали всех вольных ПК на сервере, где они были и тащили за счет количества? Эйними давно уже не те Эйними, которые воевали. Но он еще не понимает, что Эйними нету и что это псевдо Эйними, которые... Я тебе рассказываю за 2006 год сейчас конкретно. Куда ты опять уводишь разговор? Когда тогда, объясни мне, когда тогда Эйними реальные убивали маленьких ПКшников и не объединялись с ними? Вот в чем вопрос. Смотри, давай пикахать. Меня как соло ПК, блядь, взяли в Альянс, только именно так, блядь. Я был в ПК, меня увидели и дали Альянс. Смотри, короче, что надо сейчас сделать? Открываешь форум Эйними, ищешь устав, читаешь его. Какой параграф устав Эйними тебе нужен? Я его весь знаю. где как раз таки написано про то, что любой ПК, который не находится под значком Эйними, это враг. Ну так и есть вообще-то. Ну так, блядь, я же тебе про это и говорю. Ты не слушаешь меня, или я хуй знаю, ты прикидываешься дурачком. То есть, из этого параграфа следует, то, что Эйними должны по факту бегать и убивать всех других ПК, которые не находятся под их значком. И о какой свободе идет речь? Если человек не хочет присоединяться в их Альянс, то он, соответственно, становится, блядь, не лицепри... ну типа, не рукопожатный для этого Альянса, зергов. И по сути, они тем самым выдавливали количеством обычных ПК. Вот просто типа, если ты соло, то тебя соливают свои же, по сути. Вот тебе и, блядь, вопрос по поводу свободы. Какая нахуй может быть свобода в Эйними, если это, по сути, подсосы, которые боялись просто получить пизды? Осуждаю. Осуждаешь, да? А аргументы есть какие-то, осуждения? Во-первых, как меня взяли в Альянс Эйними? Я просто бегал и соло ПК шел, и в один из них, блядь, один филиал увидел, что есть соло ПК, который числится в первом месте в списке ПК на сервере, и они мне написали. А какой сервер был? Это был L2DWISH. Боже, ты знаешь такой сервер? Блядь, сильное название, скорее всего. Да, даже песенка на его тему была от Кости Дарка. Ну, неважно, что там в песенке. Я же тебе говорю, вот открываешь форум Эйними, читаешь конкретно, я не помню, какой пункт, на самом деле, насрать, но там вот черным, по красному написано. Так и в чем ты видишь ограничение свободы? Я вижу просто то, что как бы люди, которые вступали в Эйними, они по сути своей боялись Эйними. Это нихуя не свобода, чуваки, это называется рабс. Не знаю, я вступил в Эйними, когда мне было это по фону. Когда мне это было переждать, потому что я сгибал, другое не было. И все вот эти филиальчики, это по сути тоже свинособаки, которые боялись, что их Эйними будут пиздить. Вот и все. Вот так все просто. Просто раньше не было же такого объединения. Эйними, по сути, я просто объединю хоть и таким способом, что просто ударливают серваку. Крупных объединений не было пока и когда я играл. я только это помню. Смотрите, еще такой момент интересный по поводу Эйними. Мне всегда было интересно послушать ваше мнение. На форуме Эйними висят темы типа пряму в семью в GTA San Andreas. Он не знает что. Это, наверное, из разряда вот тут молодой человек вот этот, да. Это из разряда того, что началось после 2011 года, блядь. Это из разряда то, что вот этот молодой человек пришел к тебе на стрим сегодня и рассказывает про то, какие плохие админы в Майнкрафте. В общем, ну... Ваня, вопрос когда у нас загнулся Classic? Когда, во-первых, он открылся и загнулся, потому что, честно, я не сидел в это время в 2-0. Classic появился что-то, я не помню, в 2014 год, И там, в принципе, сразу все было ясно, что ну, игра не особо жизненно способна, потому что на старте Classic были люди, которые играли на ботах, поэтому там по большому счету интересной игры не было. Ну, вспомним то, как раз в это время, когда только вся движ начинался, все были очень этим вдохновлены, и внезапно, начиная с 10-го года, форум Enemy оказался, блядь, незабить ебучими ботами, где темы создаются автоматически с непонятными цифровыми обозначениями. Это, блядь, вообще было очень удивительно, когда вот началась движ типа и парней, когда они начали что-то мутить. Не, ну, по поводу РОПа я не могу сказать однозначно. Тут, понимаешь, такая ситуация, что РОП, он, в принципе, был титулованным сервером, и поэтому все туда ломились. Это, по большому счету, наверное, единственное достижение русского официального сервера, что, в принципе, он просто есть официальный. Помимо всего этого, куча ПК, куча кланов ПК играет на фришардах и не заканчивали свою деятельность, включая там типа людей, которые играют с условного 2006 года, как начали играть на фришках, так и продолжают играть до сих пор. В пример могу привести клан Хардкор. Они играют на высоких рейтах, правда, там типа с каким-то стартовым донатом, но смысл в том, что они играют достаточно большой пачкой и играют, блядь, начиная там типа от создания вот этого великого ужасного клана Энми и Альянса Энми. Поэтому как бы, ну тут просто понимаешь, каждый сам выбрал свой путь, кому-то было интереснее играть на низких рейтах классики, кто-то, блядь, на мейне там дрочил, кто-то соответственно еще что-то. Но тут больше проблем это как раз таки в том, что нету платформы, которая бы тебе дала возможность развиться и чем популярнее сервер, тем больше людей знают о существовании этого клана. Если ты соответственно играешь на фришке, то ты никому не интересен. Сколько бы ты там не нагибал людей и таких ПК на самом деле очень много, которые играют на какой-то фришке, начало ее там открытия условно, ну не будем приводить к примеру Астериус есть другие фришки, там Замега какая-нибудь, еще там что-то. Соответственно ребята там играют, они там ПК уже 10 лет и про них никто ничего не слышал, потому что соответственно там комьюнити маленькое. А Энеми это по большому счету ребята, которые первые что-то делали и на хайпе просто люди о них услышали и начали как-то пытаться втянуться в движуху, потому что альтернативы не видели. Энеми были брендом по сути дела. Они были я же не говорю, что это плохо или порогно. Но раньше за брендом Энеми была хоть какая-то идеология, но сейчас за брендом Энеми только остается сам бренд. И почему я сказал насчет старта классики и тому подобное я не прятаю. Ты говорил про сообщение типа прямом в семью и тому подобное. Форум Энеми мертв с 10-го года. Потому что последний раз когда я заходил и там был какой-то обсудили, это был конец 9-го года, начало 10-го года. После этого то ли куда-то они ушли и общают продолжают общаться, то ли я не понимаю что происходит. Потому что последний раз я видел в 10-м году хорошую активность. а вот все сообщения я не знаю кто сейчас будет модерации и там видео то есть по моржу со всем с этим. По поводу брендинга интересную мысль ты не подкинул. Я что хочу сказать по поводу этого всего брендинга. Если владыка Диона как он говорит что на короткой ноге общается с Костей Дарком почему же они тогда не замутят такую информационную бомбу по факту того что на Астериусе ненастоящий филиал и соответственно все вот эти люди которые ведут от их лица деятельность занимаются какой-то ебатой. Ну владыка Диона ты же по факту можешь очень легко такое сделать. Ты понимаешь что Костя Дарк уже похрен на то что происходит в Лайм-Меж-2. Вообще похрен ему на это. Подожди подожди смотри может быть такое. Костя Дарк по сути является человеком который создал этот бренд да? Не он создал этот бренд во первых. Ну я же имею ввиду что он стоял у истоков так или иначе он был главным лицом этой компании и поэтому соответственно он блять ну как минимум несет какую-то моральную ответственность за то детище которое он создал как говорится да? И он мог в легкую просто прекратить все вот эти поползновения со стороны людей которые не причастны к его так сказать детищу. Он мог просто через тебя или через свой инстаграм или еще как-либо там через другие площадки как допустим воскресший недавно ДВП или же Данил Дефо или какие-то любые другие люди которые там 10 лет назад что-то делали камбэкнулись соответственно через определенное время назад в игру и снова получили ту же самую популярность которая у них была понимаешь в интернете как бы популярность она лишней не бывает и чувак как бы пиарился в инстаграме на красных маечках на вертолетах красного цвета и прочее неужели ты правда считаешь что ему как бы похуй неужели ты не понимаешь зачем он это делает у тебя вот настолько скудоумное восприятие что ты не можешь понять что он тупо троллит вот таких как ты которые завидуют ты думаешь я серьезно ему завидую чувак мне всю жизнь было похер на то что он делает так а что же ты затрагиваешь момент того что он летает на вертолетах я задаю тебе вопрос при чем тут затрагиваешь или не затрагиваешь я конкретно тебе задаю вопрос почему ты не предложил ему создать информационную бомбу для того чтобы уничтожить тех кто на его детище пытается паразитировать ты не слышишь меня что ли Вань потому что нет ручьевого давления то есть даже если они создают эту информационную бомбу даже если они скинут даже если после дарк заявят о том что это даже если он просто возьмет зайдет ягучий стрим и скажет что он ничего сделать с этим не сможешь они так же продолжат играть смотри я тебе расскажу как это будет это просто не лицензированный брат подожди чувак послушай он это сделает и все последователи которые когда-то давно придерживались этой идеологии скажут блять серьезно вы лжиенами мы ливаем от вас нахуй уходим в нормальный проект и тут есть замечательный предваритель войска если кости дарк похуй есть владыка диона который может стать чуть ли не самым популярным пкшником а так получается что у владыки диона такие козыри как он говорит и он просто забивает на это хуй мне не до конца понятна мотивация я не закончил при этом ты говоришь о том что ты соответственно хочешь что-то изменить в русскоговорящем L2 и пытаешься создать какие-то петиции информационный шум для подоплеки того что нужно что-то менять с игрой и при этом ты ничего не делаешь короче давай отвечу на твой вопрос во-первых в 2016 году когда нет в 2017 когда Алик ПК пидорас забанил меня на форуме Энеми того кто на нем участвовал еще с 2008 года он то есть там туда входили ребята из первого костяка Энеми и писали Андрюше Кипу что он дебил который стримит ПК рейды и что этим не нужно заниматься на что Андрюше Кип начал восставать против этого и вот эти псевдо Энеми начали заявлять что вот эти ребята которые до них ПКши они ничего-то не понимают и какой вообще смысл Косте Дарку и остальным ребятам и те кто вот такой хуйней занимается как стримы ПК рейдов я не отношусь к Энеми Ване понимаешь я не Энеми но ты имеешь как бы понимаешь прикол то в том то что ты единственный хранитель так сказать контакта в своем мессенджере с Костей Дарком и при этом ты почему-то не хочешь привлечь его так сказать к интереснейшей движухе по восстановлению что ты за хуйню сейчас говоришь любой человек может связаться с Костей Дарком и поговорить с ним но ты же его кореш я тебе говорю что я его кореш вот зачем ты опять какую-то клевету говоришь ты сам только что говорил 20 минут назад что ты с ним в хорошем когда я это говорил вот у меня запись сейчас идет когда я сказал что я его кореш ты говорил сам неоднократно что ты с ним являешься в хороших ну типа дружественных отношениях ты сам это говорил он не раз он не раз с ним общался он в видосе такое говорил и прочее ну типа так или иначе ведет с ним какие-то дружественные беседы соответственно ну это не значит что дружественные просто общался с ним нельзя просто написать человеку и сказать блин посмотри что там происходит я тебе больше скажу что я говорил с ним и он говорит что ему не интересно тема Лайн Эйндж 2 ему он ушел как и Эними с Лайн Эйндж 2 основной состав вот эти псевдо Эними это хз даже что я не буду говорить так что я могу сказать немножко по ситуации по текущему что происходит по крайней мере с теми с теми что сейчас по крайней мере исчезновением форума БКшников получилось как они ушли в телегу и теперь у них есть чатик в телеге и по сути дела скорее всего там вся хрень происходит там и я не уверен что этот бренд можно уже как-то спасти я могу сказать одно подытожив получается так что владыка Диона ну типа надев на себя маску Робин Гуда кричит о том что нужно бороться с РМТ мафией с АФК ботами и с альотами хуеплетами при этом он не знаю всеми попытками пытается ну типа я не знаю что он пытается достигнуть честно говоря так и не понял у него у него есть соответственно инструменты для того чтобы как-то повлиять на ситуацию хотя бы с плохими ПКшниками на Астериусе и при этом он ничего не делает и мне не до конца понятно ну типа зачем он просто ну типа продолжает грубо говоря бегать и каждый день ныть о том что где-то его как-то давай я тебе объясню окей ты задал вопрос не продолжай дальше пиздеть потому что мне это забивает голову сколько ты вопросов за один свой триндеж задаешь во-первых зачем я этим занимаюсь вот сейчас я тебе покажу ты сейчас смотришь стрим или нет смотрю смотрю показываю вот у меня есть в клане дерзкая зайка у меня есть ЛТ и прочие ребята которые ушли с лайны Ж2 только из-за того что шарашка с названием собачьего корма вела отображение на карте для ПК если бы его не было то все продолжали ПКшить и я как лидер ПК движения на Айрине решил восстать против шарашки и все же убрать это отображение на карте чтобы вернуть привычный ход дел в ПК и ты задаешь вопрос зачем я этим занимаюсь я блять фильм у меня есть такой где написано я Леоту писал что если ты толбоеб уберешь отображение на карте для ПК то я удалю все фильмы с тобой на что он спросил меня а чем тебе мешает отображение на карте понимаешь в чем прикол вот что ты пытаешься сейчас потом то и дело что я не понимаю то есть по сути весь твой вот этот ура бунт он направлен только исключительно на то чтобы убрали красную метку с ебучей карты да то есть по сути тебе похуй на Ленедж 2 похуй на РМТ похуй на АФК ботов похуй на то все я понял с этого и следовало ожидать как бы да и с этого следовало начать то есть изначально вся твоя деятельность сводится к тому что ты нажимаешь кнопочку М и видишь красную так сказать залупу на карте в своем лице я тебя услышал чувак все ладно давайте не хворайте это все чтобы нужно было знать про великое ужасное ПК ты всем похуй блять на РМТ блять на тех кто покупает РМТ на тех кто продает РМТ чувак блять если есть спрос есть предложение то ты как на это повлияешь ебать если ты нет никто и звать никак ты максимум можешь открыть свой я вот сейчас послушал что там вот этот поросенок пиздит по поводу РМТ чувак блять пришел из Майнкрафта в линейку вообще нихуя не вкуривай что такое РМТ что такое дожди блять кто есть кто кто такой Владыка Диона кто есть я кто такой Костя Дар всем блять просто поебать и тут получается что чувак такой в конце то есть не Владыка Диона блять итог какое-то заключение делает а какой-то блять ебаный ноунейм который сука пришел давай я тебе сделаю заключение вот все до свидания ну вот ты пиздуй отсюда просто слился сделай заключение можно я вопросик последних дам но тоже пойду в это и дальше кульс давай смотри ты говоришь что с этим бороться нельзя а тогда можно просто закрыть все проекты потому что РМТ оно не просто убивает оно делает из него такую пора что невозможно так же пользоваться Владыка Диона не забудь стрим удалить ты опозорился пиздец да все да все поняли пусть этот позор все видят понимаешь смайл бороться типа невозможно но опять же смотри если не бороться с этим станет еще хуже если не бороться с первопричиной всего всего этого дерьма что происходит на РОФе если мы вспомним то раньше донат который был в шопе который находился на РОФе он был менее агрессивным теперь же донаты получается сделали таким образом чтобы выдать последнее из игроков находящихся на РОФе фанпе и подобные сайты с продажей игровых ценностей и тому подобное были всегда но некоторые сроки с этим боролись хотя бы как-то хоть как-то закрывая дыры которые происходили другим было на это насрать РОФ из тех сирогов которым просто насрать они получают с этого деньги им с этого хорошо тогда может быть просто уже уйти с РОФа потому что честно я на РОФ почему не хочу опять возвращаться здесь делать нечего боролся против них бесполезно я я покажу довольно давно здесь я еще и покажу когда Ирина не снизу не смержовали еще даже с Каднусом и со всеми этими когда еще не смержовали с Кайном потому что начинал я вообще на Кайне потому что не было интересно там я знаю ответ если хочешь могу сказать давай говори ответ какой как можно предотвратить все-таки смотри смотри у РОФу как и у любой фришки есть свой бизнес план по Абрибле и они будут выполнять ну типа я грубо говорю типа им им вообще насрать проблемы не в том что фришка там или РОФ РМТ или делают какие-то там неадекватные донат шоп и типа проблема в том что этим пользуются как бы ну люди если они этим пользуются то окей значит их устраивает это их устраивают эти сервера им нравится это типа как тут ты уберешь это ты явно не понимаешь что ты говоришь потому что по сути дела тебе не оставляют выбора понимаешь тебе просто урезать просто-напросто уйти оттуда зачем нужно пользоваться сервисом который тебя до последнего ну вот ты просто уходишь все я к этому и клоню если тебе не нравится ты просто уходишь либо не донатишь если это тебя не касается типа не донатишь ты же не обязывает донатить типа не донатить игра и покажет без доната как вот я например в аде бегал и по кайфу было и типа я проблем не вижу если хочешь реально открыть там супер точнее хочешь свою там супер справедливость то тогда открываешь свой серф и просто администрируешь его только так больше никак нужно запить это просто эти все бунты они ничему не приведут потому что я не вижу единственный раз когда что-то произошло это когда реально просто взяли по-моему это было на классике когда ввели этот автомат раз когда вот реально сели там такой такой просто всплыв говна был что иного поняла что если еще чуть-чуть и все денег не будет и пока такого не случится но оффер на моих хроника ничего ничего не добьемся никогда не добьемся потому что основная масса людей которые сейчас играют на этих хрониках это люди которым грубо говоря девать деньги не будут для них выливают эти же средства эти огромные деньги которые они зарабатывают в реальной жизни не вливают их в игру при том как я понимаю иного получат это гиперприбыли это не просто прибыли это гиперприбыли грубо говоря за пиксели и в служении техники не получают гиперприбыли вы можете продолжить так же пытаться покашить без доната вы можете заходить на сервер создавать контент нахрен это нужно уходим закрываем дверь и подпираем ее палкой потому что по другому это никак не решено так куда уходить вот в чем вопрос в реал в реал в реальный мир вон я последний раз заходил это вот как раз был по сути дела когда открывался Астериус я с вами залетал на Астериус мне пришлось уехать сначала в одну командировку потом в другую командировку я вот недавно дома вернулся Ладно смотри смотри немножко так скажем скажи плюсы конкретно даже ров ну во-первых реал типа уходить ну никто не планирует например потому что ну если чел хочет играть то просто им играть негде серва например нет их уходить некуда но главное это то что ров как на мой взгляд вот я например не читаю проблемы отображения пока на карте ну типа как бы это проблематично это как бы дает типа точнее дает усложняет так скажем игру геймплей но в целом ну типа я бы не сказал что это проблема и типа тут вопрос в другом то что прибедить там элиута или типа убрать даже эту метку или там сделать серв лучше это это точно нет потому что ну у них цель только собирать бабло и бабло они собирают удачно и типа я вот как я например вижу игру нрофиг хотя я уже не играю дофига типа просто фанится и все ради фана убивать пока что ради фана ради этого типа в первую очередь пока что не ради чего-то и типа пэшится и так далее если вы хотите фанится то руов вы только вдумайтесь он дает вам афака овощей это люди это не боты просто убивать ботов не интересно чувак чувак послушай это не боты если ты спросишь владыку они сами если ты спормишь если ты спросишь владыку и как он меня встретил мы начали играть иногда еще да подожди чел послушай меня послушай меня подожди вот ты согласен со мной что это не боты это реальные люди они сделали это хуже ботов это хуже ботов и ты их наказываешь и они как бы ты наказываешь никого у них даже нет блядской эмоций даже понимаешь ты когда их убиваешь ты не чувствуешь ничего ты все равно что блядский ты просто ебушишь какой-то блядский камень нету нихуя когда их убиваешь даже если даже если они находятся в этом, в это время у комба, им похуй. Они встанут и дальше пойдут качаться. Из-за того, что тебе опыт не скидывается со 105 уровня. Скажи мне, что это правильно, это хорошо. Просто заебись. Чувак, ну типа... Если у цели, которую ты убиваешь, не возникает никаких эмоций, никаких вопросов не возникает при том, как ты это делаешь, не возникает никаких интеллектуальных подвижек, то нахуя ты пинаешь камень? Что время это донешит? Во-первых, это не камень, например, и опять же, я усложняю им жизнь, как и мне, например, Инова. И типа я пинаю их, я знаю, что они сейчас с красным ником, и мне было нас срочно. Меня сливали каждые 15 минут, и мне было нас срочно. Ну типа, я получаю кайф. То, что ты не получаешь кайф, это типа чисто твое, мне кажется. И то, что ты ждешь от них эмоций, ты должен свои получать эмоции от их убийства, а не ждать их эмоций. Я убиваю бота. Чего там интересно? Я в ВК вовсе убиваю. Это смешно, что ли? Это интересно. Если ты спортишь в ладыку, когда, что мы делали, это было весело. Не на боте, а просто себя буду идти, и ты меня убьешь, я тоже никаких эмоций не проявлю. Понимаешь? Нет. Мы раз их сливаем, два сливаем, три сливаем, они просто ты и ты дальше на месте. Даже никаких эмоций не прийдешь. Ну и что? Давай вспомним, когда мы убивали, стояли на споте в консправовых топях, когда к нам прилетали, начинали уже реально уморять, чтобы их не убивали. Вот это было весело. Ну я понимаю. Когда залетает ебаная пачка из Винтермунов, чтобы тебя ебошить, потому что, блядь, по-другому никак, когда вас гоняют по сейлоки, и вы с улюблендем от них убегаете, понимая, что вы их заебали настолько, что они, блядь, пачку пригнали, это тоже круто. Когда о твоих деяниях рассказывают, когда ты принимаешь участие в движении на севере, когда у тебя есть хотя бы какой-то камбэк и фидбэк от того, что ты делаешь, это круто. А то, что происходит сейчас, ты заснешь хуй. АфК-шный хуй. И нихуя не происходит в этой игре. Потому что, когда я пришел посмотреть, увидев фильм Владыки, что началась какая-то движуха. После введения всего-то говноя проложилась движуха? Залечу, посмотрим. Залетел, посмотрел. Меня хватило буквально до января. С декабря по январь меня хватило, чтобы поиграть на текущих хрониках. После этого мне просто уже настолько, сука, заебала эта хуйня, что я просто ливну. потому что это не игра. Это АФК-ферма для мобилок. Линейш была, по сути дела, игрой для того, чтобы получать в ней эмоции. Игра коммуникаций. Сейчас тут это вот нет. Даже минимальной коммуникации зачем? Ты можешь завести несколько окон и играть в игру, не подходя не то, чтобы компьютер. Ты можешь оставить это. Даже если у тебя окно убили, ты можешь его поднять и забыть про него. Владыка, а ты, например, получаешь кайф и, например, наслаждаешься вообще тем, что Роу... Ладно, я закончил, давайте тогда удачи. Давай. Ты вот, например, получаешь кайф от того, что Роу дает такую офигенную, как по мне, возможность убивать именно скажем, АФК-челов, но они же АФК-по своему желанию. И в этом же они же сами виноваты в том, что их убили, когда они АФК. Ну, я хочу добавить, что когда я убиваю АФК-овощей, часто они пишут мне в ПМ и спрашивают зачем, почему, то бишь, какой-то элемент прошлого всё же остался в этой ПК-деятельности, а также не все же стоят в АФК, есть те, кто не стоят в АФК. И как бы вот так, типа, клише, ярлык вешать на всех, что все АФК-овощи, всё пиздец, мы окружены ботами и нужно как-то вообще там отчаиваться, то по сути я понял позицию Смайла, но я как бы более, можно сказать, даже позитивно смотрю на то, что происходит, но... Ну, вот да, я тоже его позицию понял, то, что, типа, нет эмоций, там, естественно, раньше челики просто всегда были за компом и сразу же эти эмоции выливались, но сейчас такого меньше, да, типа, опять же, я всегда, типа, ну, в пример, любые другие игры могу провести, потому что, вот, например, IF Online возьмём, там тоже есть полу-АФК и АФК-майнеринг, типа, и ты этих челов можешь убить, прилетев, типа, они там, ну, копают, типа, руду добывают, ты их убиваешь, типа, они УФК, но это их выбор, то, что они, например, отошли от компа или там ещё чего-то, это как бы, ну, норма считается, и, типа, всё правильно, как бы считается, что ты застал чела, когда он был АФК, это, как бы, его проблема, это как, ну, застать врага, типа, спящим, типа, это его проблема и его ошибка, и ты сделал, со своей точки зрения, всё правильно, и в Ланеч, ну, я провожу вот аналогию, и в Ланеч то же самое, типа, если чел качается на АФК-боте, ну, и, типа, окей, круто, я его убил, я получил всё равно эмоции, ХЗ, ХЗ, что не так, типа, мне всё нравится, мне даже наоборот нравится то, что, ну, чела, да, они такие легко убивают, и они не оказывают сопротивления, и, типа, ну, в большинстве случаев, да, и, типа, не знаю, ходишь, кайфуешь, получаешь кайф от их смерти. Есть ещё такая вещь, что ты можешь, типа, войти ночью, такой, блядь, под светом луны, и слить всю локацию АФК овощей, а потом они такие просыпаются утром, и смотришь, что проебали, сколько-то там часов ПА, и вот у них не возникает никаких вопросов, что ли, вот я не понимаю, по-моему, постоянно возникают вопросы, и постоянно появляются комментарии на L2ON, и прочая херня, которая также позитивно влияет на то, что, чем мы занимаемся, так что, ну, я согласен, с Энними Смайлом, да, да, что еще раз? А что, с чем согласен? Согласен, что раньше, типа, больше эмоций было именно в моменте, но сейчас они есть с задержкой, с задержкой, ну, типа, ну, это же как бы, даже тут, это просто как бы хроники такие, по сути, ты можешь пойти, покажешь там на другие хроники, где нету бота, типа, или, ну, ты понял, ну, типа, я не знаю, но как бы это проблема-то, опять же, не в, проблема в том, что они официально ввели этого бота, и просто люди не за компом, вот и все, типа, это даже не проблема, это просто, как бы, суть в том, что просто люди не за компом, типа, во время качи, и все, типа, и ты, естественно, не получишь сразу эмоции в моменте, типа, ну, но они же есть, ты же должен сам понимать, основать, что человек так же придет за комп, типа, увидит свой труп, и он так же будет не рад этому, и все, и ты должен получать кайф от этого, он так же будет тратить время, на то, чтобы хотя бы опять же там прилететь на спот и так далее. Типа, и ты опять его убьёшь. Ну, типа, хз. Но, по-моему, это норма. Допустим, это просто, если чат был бы убрал, отсутствовал бы чат, например, и тебе бы не могли выразить эти эмоции. Но они же всё равно есть, ты должен понимать, что их испытывают же всё равно. Да даже эти обиженки, которые бегают за ПК по карте, тоже, типа, испытывают какие-то эмоции, вот сейчас стоят, смотрят на меня. Сколько уже? Часа два, хз. Зачем? Помахайте, так сказать, в камеру, ребятки. Вот я, например, с точки зрения как ПК, например, если, например, я сейчас пойду в Лан Эйч играть, то я бы пошёл играть именно на Роу в ПК, потому что, ну, это весело, и, типа, ну, такого больше нет нигде, такой-то кровь даёт, типа, убивать людей безнаказанно. И эмоции, как и люди, как и у людей возникает, да, уничтоженства, типа, их выражает ничтенство, но у них всё равно, я уверен, у всех, и просто ничтенство их пишет. Типа, выражают, ну, эмоции появляются, и у меня тоже эмоции появляются, и это круто. Это главное даже не в том, что люди пишут или не пишут, блядь. То есть, я даже с чата, говорю, не было бы, я получал эмоции. Типа, без этого. Ну да, конечно, пипец, какой-то денёк, столько разговоров на разные темы было. Это ж, пипец. Ну, как по мне, Типров для ПК играбельный. Ну, так, ну, да. В целом, да. По сути, минимум, типа, требует вкладывать времени и сил для того, чтобы тупо пойти и сливать и ПК грядку. Да, ты все не сольёшь. Ну, да, например, от этих защитников АФК вообще не обязательно сливать, не можешь, ну, окей, типа, не сливает. Какая разница? Мне на них пофиг было. У меня так же убивали. Типа, подождал там полчаса, они ушли дальше куда-нибудь, типа, опять пошёл покажешься, и так дальше. Типа, никаких проблем. Но это, типа, опять же, это геймплей, это нормально, типа, ты тоже соглашаешься на это. И, типа, ну, я не знаю, тут не может быть никаких вообще причин к игре быть, потому что сам выбираешь это, и ты должен, ну, типа, соглашаться, естественно, со всеми побочными эффектами, которые так или иначе будут. Ну, а то, что, естественно, всё становится хуже, и ПК душит, так скажем, ну, да, так и есть. Но, типа, мне кажется, от этого, ну, уже никуда не денешься, естественно. Типа, тем более, ну, РОСКи, типа, лол. Можно пойти туда просто на какой-нибудь Евру Ов. И всё. Если там у меня такое отображение, хавать там. И стримить его, опять же. Потому что стримить с Евру Ов можно. ХЗ, я всё-таки более радикально настроен, и всё-таки свою линию продолжаю гнуть, и надеяться на то, что у Олеотика-Идиотика наконец появится совесть, и он поймёт, что ограничивать не тех, кого нужно ограничивать. Хотя все уже уходят, тоже, как седал. Кстати, на Евру Ов, насколько я знаю, вот этот дроп с ПК, который как-то там вязались для того, чтобы чела раздеть, я точно в это не знаю, как там ещё устроено. Вот эта механика, короче, насколько я знаю, вроде на Евру Ов она есть. И, типа, там можно чела, типа, делать ПК, качающуюся, и раздевать его. И поэтому там, типа, люди все за компом, когда качаются. Даже, ну, они качаются на боте, но всё равно за компом сидят, типа, чтобы их не раздели. И это круто. Это так и должно быть. Типа, ну, в плане даже, эта механика абсолютно игровая, нормальная. Это даже не столько круто, сколько, когда, смотри, дроп с ПК отменили, людей, типа, раздевали с помощью ПК, но тогда было запрещено стоять на макросах в ПК. Вот за это тоже нужно сражаться, чтобы ПК-овощи, если стоят на макросах, то они не должны отходить больше, чем на 10 минут от своего ботика, и должны следить за процессом. Вот в этом суть заключается того, что вообще нас не устраивает в том, что сейчас происходит. Смотри, опять же, вся проблема, опять же, в аудитории Lone Edge, типа, она сама этого требует, и ты никуда от этого не денешься. Типа, опять же, в пример, поведу EF Online, там есть полу-АФК, типа, гринд, ты гриндишь, типа, можешь отойти, там, минут на 5-10, типа, ну, естественно, ты должен посматривать. И если тебя убьют, пока ты в полу-АФК гриндишь, то, естественно, ты жаловаться никому не будешь, тебе там в лицо только рассмеются. А тут у людей, типа, наоборот, да что вы, да как так, да меня раздели, и все такое. Ну и, типа, это, естественно, люди, которые играют в игры, которые, где при смерти теряешь все, это, естественно, ну, только смешит, и все, это больше ничего, это как бы вообще не красят людей вот с ру-оффа, потому что, ну, это только смешно, когда человек там, в Иф-онлайне, типа, нажал не на ту кнопку, и потерял десятки тысяч долларов, типа, и он сам, типа, такой, ну, бля, да, это игра, это нормально, типа, бля, да, типа, мисклик, и так далее, типа, что такого, типа, ну, бля, типа, еще потрачу год, там, например, типа, своей жизни, и, типа, накоплю еще раз на корабль, без проблем, типа, да, тут, типа, вообще не такая аудитория, вот вообще не та, и, типа, тут как бы не о чем говорить, вот и все. Вот я даже советую всем, например, как-нибудь сходить там в другие игры, в самые разные, и, во-первых, игры познать, потому что, может быть, вам понравятся другие игры, и, во-вторых, аудиторию познать, и вы поймете, насколько вообще разное просто отношение ко всему у людей из-за разных игр. И вот в Ланычину это люди плаксы и нытики, реально, кто, тем более, самое, конечно, рофл и кринж, это когда люди говорят, что их убило ПК, и, типа, так делать нельзя, типа, это, ты убиваешь там low-level, и так далее, ну, только смех, короче, наводит, и больше ничего. У меня все. Ну, спасибо вам, Сеня, за сегодняшние разговоры, так что будем продолжать это делать. Да, давай, я тоже пойду, тоже, наверное, там, всех утомили своими разговорами, спорами. Ну, А, ну, блин, ладно, ну, ладно, скажу, короче, типа, блин, ладно, пофиг не скажу. Да, давай, говори, если хочешь. Ну, это твой, типа, что хочешь, но всякие вот эти споры, вечно какие-то сплетни, вечно вот эти разборки. Мне это и не нравится, я поэтому и удаляю, потому что, вот мне не нравится, вот неинтересно, блядь, как-то, вот Ваня хочет, типа, создать из меня какого-то антагониста, и, типа, вот он против меня восстал со своим хардлайном, я такой плохой, они такие хорошие, и за счет этого он хочет как-то хайпить, но мой-то посыл совсем другой был изначально, что я делал и чего хотел добиться. Поиск, что я вот человеку из чата поясню, вот Илья Яковлев пишет, в чем смех-то, что вы сливаете по факту людей, которые не могут дать сдачу? Ну, в этом смысл развития вообще в играх, в том, что ты можешь за счет своего развития, за то, что ты потратил время, например, усилия, тлить челика, который еще не доразвился до твоего уровня, и, типа, не потратил столько времени и усилий, и ты его сливаешь за счет этого, за счет этого ты его сливаешь, иначе ты играй тогда там в Counter-Strike, например, где нет никаких левелов, где все всегда на одном уровне, да, все равны всегда. Тут в Ланейч не все и не всегда и не равны, типа, и ты так или иначе будешь убивать за счет какого-то преимущества, и то, что, например, ты даже специально будешь приходить в low-level, локу, high-level, типа, убивать челиков, это нормально, это в законах игре, значит, разрабы, когда делали эту игру, они это рассчитывали, они это понимали, это нормально, это всегда было нормой, когда это перестало быть нормой, блин, типа, я вообще не понимаю, и типа, в F-online точно так же ты можешь прилететь к челикам и, типа, слить их, типа, да, крутыми кораблями там прилететь и убить маленькие корабли, типа, так и делается, как бы, и это как бы круто, и я не знаю, в чем претензия челиков, я даже реально не понимаю, типа, во всех играх так, в Майнкрафте, вообще в любой игре, типа, еще там какие-то Alod Online, а, нет, нет, не Alod Low, я не помню, но еще игры, где, типа, теряешь при смерти все, типа, там спокойно можно прийти, естественно, на Low Level и убить их, и чел все потеряет, и к этому нормально относятся, за этим приходят, наверное, эти игры, я не знаю, а челы, если пришли только в FK стоять, но, знайте тогда, что, вот в игре есть такая возможность, вас могут убить, лолы это нормально, потому что игра это рассчитывает, как бы, и подразумевает, типа, хз. Да это все бесконечно, конечно, можно, я же устал от этого, как ты не устал от этого? Да, сегодня вообще как-то много разговоров было, и, в принципе, уже немного я подустал, но на тему этого я могу сказать, что они возмущаются только потому, что есть вот эта волшебная кнопочка, которая их автоматическими ребятами делает, а если бы ее не было, то, я думаю, никто бы не возмущался, как раньше, звал на помощь, и это бы было весело противостоять пока. Ну, вот, чел пишет, типа, есть для этого другие игры, но так Ланейч тоже такая же игра, она тоже относится к этим играм, где тоже так можно делать, и, типа, и что? Типа, почему это, почему чел, типа, не может это делать, он будет, ну, хочет и делает, типа, и все, это просто возможность, игра дает возможность, то есть тут даже игра дает возможность, типа, ну, то есть, я не знаю, это игра, она дает такую возможность, то есть тут даже не может быть вообще претензий, в принципе. Это, типа, Ла-2, да, это реально прям PvP и ПК, если тебе не нравится ПК, то, по-моему, в Айоне и других каких-то подобных ММО, подобных Ланейч, нету ПК, типа, насколько я знаю, но такие игры точно есть, типа, ты можешь пойти туда, но если тебе нравится конкретно Ланейч, то... Тем более, я думаю, если тебе там без разницы, типа, на боте стоять, где, без разницы где, то тем более можешь стоять в других играх, где это можно сделать, так скажем, более, не знаю, эффективно, что ли, или результативно, беспроблематично. Думаю, им бесполезно это объяснять. Ты сейчас тупо попытался как-то призумить АПК овощей, и он даже не задумается на тему того, что ты сказал. По-моему, раньше же не было такого, чтобы, типа, кто-то там на ПК плакал. Да никогда такого не было. Плакали в ПМ, но не на форумах и не алиотикам, идиотикам. Такого вообще никогда не было. Потому что, типа, вот раньше, подожди, даже на РОФе, по-моему, когда не было этого бота, да, типа, когда ПК убивали всех, то никто же не плакал, но тем ПК, что это вообще какая-то, что ПК это полная херня. Тебе не было же такого, по-моему? Ну, никогда такого не было. Я вообще-то и говорил, что вся деградация случилась тогда, когда официально разрешили стоять на макросиках, и люди стали прикольно не играть, а херз, не о чем заниматься. То есть, это типа, как Татс-Татс из Орву, где типа, челикам реально позволили, так скажем, деградировать? Им позволили открыть, как это называется, ящик Пандора, понимаешь? Они открыли и потерялись. Да, им типа, типа, блин, чё? Разрешили делать недопустимое ранее, и когда они это прочувствовали, то потеряли себя, вот так можно сказать. Смотри, чел, пишет Илья Яковлев, а не то, что тебя сливает крыса, когда ты на работе. Чел, бля, если ты на работе. Зачем ты играешь? Что ты хотя бы не физик-ядерщик, блядь, который играет в OneH, пока он на работе. Это парадокс, блядь, он на работе, но он играет. Вот в чём прикол, я не понял. Чел, ты, как понимаешь, если ты на работе, и тебе админы дали такую возможность качаться, пока ты на работе, то это наоборот, это хорошо, да, это круто, но ПК это как бы тоже возможность игры, механика игры, если тебя убивает, пока ты на работе качаешься, то это всё лишь, как бы издержки, так скажем, и всё, типа, типа, я не знаю, что ты тогда вообще ноешь. Тебе и так дали возможность качаться в день и ночь на работе, там, и так далее, а ты ещё и ноешь, нифига себе, ну, естественно, ты что хочешь, чтобы, может, тогда просто, реально, просто создать игру, где чел просто нажмёт на кнопку и всё, и уйдёт на год, например, через год вернётся, у него будет прокачанный перс. Можешь ты им просто, короче, сделать так, что они могут встать в городе, нажать на вот эту волшебную кнопку и получать опыт. В принципе, чел и опыт. Да, точно, точно. Подсказка. Или вообще, знаешь, типа, например, ты можешь вообще из игры выйти, там надо, короче, учить скиллы, а скиллы учатся, там, например, неделю, например, там топовые скиллы, и ты, типа, можешь из игры уходить, и это время будет засчитываться. И тут надо то же самое сделать, чтобы, типа, у тебя опыт шёл, типа, когда ты даже из игры вышел. И всё. Главное ещё сделать так, чтобы за это нужно было платить, и тогда вообще всё шикарно будет. Да, если за это платить, то это вообще шикарно, да. Да. В общем, давайте на этой позитивной ноте сегодняшнюю трансляцию закончим, потому что я уже устал вот это всё. И сейчас хардлайн о том спорить. Так что, благодарю за участие. Всем благ. Всем благ, всем удачи, и всё такого. Всё хорошо. Спасибо. Спасибо.